дорогие друзья добрый день совсем недавно на своем канале я записывала видео в котором рассказывала вам о пасынках на наших фиалках и под этим видео в комментариях мне прислали фото примерно вот такой вот фиалочки и задали такой вопрос помогите разобраться в этих дебрях в общем то я так понимаю что новички видя фиалки в таком вот уже запущенном варианте они уже не понимают где здесь сама фиалочка а где здесь пасынок и для того чтобы разобраться значит давайте сегодня рассмотрим из чего же вообще состоит наша фиалка значит вот она фиалочка ровная красивая и давайте смотреть из чего она состоит значит первая важная часть это корни корни у нас находятся в грунте грунт в горшочке вот вот это все корневая система дальше вот эта вся зеленая масса это розетка фиалки розетка фиалки это листья да вот один ряд листочков 2 ряд листочков так третий ряд листочков четвертый ряд листочков и вот это центр розетки верхушка фиалки вот она вот центр центр розетки у должен быть один то есть смотрим здесь до 2 центра вот один центр как бы и вот второй центр вот это неправильно здесь лишнее нужно убрать а вот это правильно одна верхушка значит для того чтобы разобраться что у этой фиалочки лишнее а что нужно и давайте дальше смотреть из чего состоит фиалка значит смотрим розетка состоит из листьев и верхушки а все вот эти листья растут на стволике вот там вот на стволике значит лист у нас состоит из двух частей это черешок вот этот длинная часть этот черешок и вот эта листовая пластина черешок начинает свой рост со стволика вот там вот со стволика. Вот там стволик, вот идет рост листика. Значит, в пазухе листочка, вот это начало роста листика, это пазуха-листочка. В пазухах листочка растут или же цветоносцы, как в этом случае, или же пасынки. Если вы видите цветонос, то вы ничего не удаляете. Если вы видите пасынок, то вы его удаляете чем раньше вы удалите пасынок тем будет лучше вот потому что пока пасынки маленькие они в принципе как бы вроде и не мешают фиалочки вот фиалочка вот тут есть пасынок который я оставила специально для размножения вот пока этот пасынок еще только растет он вроде бы как бы и не совсем мешает фиалочки но он будет расти он будет себе пытаться заполнить нужное ему пространство и со временем он где-то до вылезет и получится вот фиалка с двумя розетками с двумя верхушками розетки вот так бывает так что на начальной стадии роста пасынка сложно вообще понять пасынок это или цветонос потому что иногда у наших фиалок цветы бывают с большими прилистниками вот смотрим вот цветок цветок у нас держится на цветоножке вот это все вся вот эта часть это цветоножка дальше у нас идет прилистник или же прицветники называют еще вот они и дальше уже сам цветок держится на чашелистике вот значит есть сорта у которых вот эти прицветники прилистники вот такие крупные а есть сорта фиалок у которых прицветники или же как их еще называют прилистники они вот такие вот маленькие вот как правило сорта с такими маленькими прицветниками их сразу видно бутон там или же пасынок а у которых крупные при листники сразу не разберешься что это значит если вы вот увидели и сомневаетесь пасынок это или же это цветонос подождите недельку за недельку розетка не искривится чем-то плохого ничего не случится если через недельку у вот такого подозрительного пасынка не появится вот такая вот пипочка то есть зачаток бутона то значит это пасынок и его нам нужно удалить это очень-очень важно это бывает так что новички вместо пасынков выдирают цветоноса так надеюсь понятно разобрались с вами фиалочку поняли что фиалка у нас это корни это розетка розетка состоит из листиков которые растут на стволике листики складываются в ярусы центр розетки должен быть один значит если мы упустили момент и у нас вместо одного центра появилось два как найти лишний вот как раз сейчас и надо разобрать фиалку по запчастям то есть смотрим вот он ряд листочков так вот он ряд листочков и вот тут вот есть пасынок который к тому же еще и плохо развивается для того чтобы этот пасынок снять берем удобный инструмент у меня это от маникюрного набора такая вот штучка можно также зубочисткой выковыривать и берем вот осторожненько и снимаем отсюда пасынок чем пасынок меньше тем он легче убирается все убрали дальше смотрим по кругу проворачиваем фиалку и смотрим то есть вот один ряд мы разобрали вот еще здесь вот пасынок один нашла мать маленький вот я его удаляю тоже рабочий инструмент желательно дезинфицировать так идем дальше по кругу вот еще один пасынок вот он вот лист пазухи листочков вот такой вот пасынок покрупнее пасынки бывает легко даже снять руками то есть берешь за два листика и покачивая стороны в сторону снимаешь пасынок вот так первый ряд мы освободили значит берем второй ряд листиков вот тут у нас цветонос вот как видите на цветонос и прилистники крупные дальше ничего дальше вот он смотрим вот она вот он то что нам мешает то что корежит розетку это пасынок вот выше пошла уже точка роста центр розетки а вот он в пазухе листочка вот этого пасынок вот он смотрим ее это уже достаточно такой крупный пасынок который можно снять укоренить и размножить сорт значит чтобы его снять нужно листики посмотреть где его по по росту смотрим да то есть где у нас лист от самой фиалки а где у нас лист от пасынка вот он один первый ярус листочка вот два листика со второго яруса а вот этот листик это уже идет пасынка листик вот 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 все это растет в пазухе листочка и вот это все нужно снять вот этот пасынок я буду укоренять отдельно поэтому я его сниму уже вот такой штучкой с маникюрного набора значит я осторожно вот этой частью подношу к самому окончанию пасынка да вот в самую в самую пазуху листочка и осторожно как бы подцепляю его пасынок уже достаточно такой крупный и все нужно делать максимально осторожно чтобы у нас не повредилась сама розеточка вот такие пасынки уже сложнее снять иногда нужно с двух сторон сначала с одной стороны вот все видите я его освободила вот он и вот у меня осталась розетка такая вот рамка получилось видите пасынок уже был крупный и фиалка с такой вот рамка все листочки расправляются и у нас остается практически ровная розеточка которая еще исправится сейчас ее главное повернуть к свету той стороной до чтобы она дальше не шла наклоняться в эту сторону и со временем розетка исправится а вот этот вот пасынок так вот он я его сейчас укореню укореню отдельно я уже подготовила стаканчик вот беру его просто вставляю в принципе держится фиксировать не нужно сейчас в тепличку его поставлю и у меня будет дубль фиалочки это кстати сорт фантазийник вот и размножать такие фантазийные сорта пасынками это очень очень хорошо потому что с листика не все детки могут процвести в будущем по сорту а с пасынков 95 процентов будет сортовое цветение если я была вам полезна обязательно поставьте лайк также если у вас есть свободная минутка напишите комментарий буквально пару слов это приятно мне и это помогает распространить видео чтобы как можно больше людей его увидели на этом хочу пожелать вам всем всего хорошего мира добра благополучия всем пока пока